Третьи недели, как мы вот таскаем эту всю грязь за собой в квартиры. Ремонт в седьмом подъезде многоквартирного дома по улице Чекалова, 56, затевался еще две недели назад. Пришли коммунальщики, стены пошаркали и пропали, оставив на память жильцам развода и кучки старой штукатурки, которую усыпана теперь вся лестничная площадка. И вот этой видимостью, которая была создана, что якобы ремонт начат, а ремонт не ведется. Вот сейчас уже время, сколько сейчас времени, и мы видим, что никого тут нет, кроме собственников помещений, никаких строителей, никаких ремонтников. И теперь строительная пыль постоянно попадает в квартиры. Чтобы от нее избавиться, людям приходится часами убираться. Хотя все понимают, что ремонт нужен. Другое дело, насколько он оперативен. Сторожилы говорят, что их дом косметического убранства не видел несколько десятков лет. Люди боятся выходить в подъезд и вынуждены мириться с прохудившейся крышей. Последствия прошлогодних протечек не устранены до сих пор. Здесь оголенная кругом электропроводка. Вот можно увидеть. Вот, пожалуйста, провода. Освещение отсутствует, потому что все замыкает. Беспокоен нас о том, что дети что-нибудь начнут вкручивать лампочку или что-то и убьет электроэнергию. И вроде бы за коммунальные услуги платят исправно, в месяц уходят в управляющую компанию тысячи рублей. Но жильцы так и не понимают, на какие цели идут их средства. Ведь налицо неисполнение договора. С объяснениями люди обращались к коммунальщикам не раз. Списали даже в местную администрацию. Там уверяли, что все в порядке. Не паниковать рекомендует и руководство управляющей компанией «Южная». Генеральный директор Сергей Дрожев заверил, что работы в подъезде будут продолжены буквально с сегодняшнего дня. Вчера там и уборщицы вышли, убрались, чтобы людям пока понятно, что это некомфортно. Пока ремонт идет, вы сами знаете, мусс бывает. От этого никто не застраховал, потому что они там счищались. Более того, в планах коммунальщиков провести в доме глобальный ремонт. Уже началась реставрация арки, обещают золотой дырыной дороги. Но золотым обещаниям здесь уже не верят. Если наведут порядок в доме, его жители намерены обратиться в более серьезные инстанции. Собственники помещения обратятся в государственную жилищную инспекцию. Вот и все. Катерина Волкова, Владимир Семенов. Наше время.